Ну, что может пойти не так, когда прячешь от детей парочку джойстиков в духовке? В целом, конечно, ничего, главное их там не забыть. Иначе они напомнят о себе дивным ароматом горелого пластика. Вообще, сама по себе идея, увидев на дороге мёртвую змею с ней сфотографироваться, кажется странноватой. Ну да ладно, захотел мужчина себе такую странную фотографию. Кто же мог предположить, что змея окажется живой? Не представляю, как могла прийти в голову мысль сушить волосы квадрокоптером вместо фена. Но наверняка в планы не входила намотка волос на пропеллеры. Теперь, похоже, придётся распрощаться и с прической, и с гаджетом. Привет, с вами канал Фактория. Всего лишь хотел покормить обезьянку. Такое милое и простое развлечение. Ну кто же мог подумать, что вся стая обезьян окажется такой голодной? Большинство собак просто обожает купаться и совершенно неважно где. Будь то море, река, озеро, болото или лужа, они обязательно залезут в воду. Но даже они не могут предположить, что после купания в небольшом пруду, заросшем тиной, они приобретут веселенький зелёный цвет. Если вы вдруг решите перевозить в багажнике своего авто статую Будды, то не забудьте её хорошенько закрепить. А то Будда может заглянуть к вам в кабину при первом же торможении. Использовать вместо заколки для волос обычную шариковую ручку? Ну, в оригинальности девушке, конечно, не откажешь. Но вряд ли побочный эффект в виде изрисованной шеи был предусмотрен. Вот когда ставишь котятам лоток для туалета, ну что тут может пойти не так, правда? Оказалось, что абсолютно всё. Котята вполне могут посчитать свой туалет удобным местом для сна. Метание топоров – развлечение не для слабонервных. Но даже самые бывалые вряд ли готовы были увидеть, как топор втыкается в мишень рукояткой. Жена отправилась на чердак за новогодней ёлкой. Её попросили только об одном – не наступай на гипсокартон. Что ж, после первого же шага выяснилось, что она не в курсе, что такое гипсокартон. Даже трёхлетний ребёнок справится с задачей под названием «налить себе йогурт в стакан». Но то, что доступно детям, не всегда доступно взрослым. Особенно в шесть утра, когда ты уже встал, но ещё не проснулся. Действительно, ну подумаешь, выкинули тесто в мусорный контейнер. Никто ведь не мог предположить, что тесто продолжит увеличиваться в объёме и в итоге выйдет прогуляться на улицу. Биологию в школе все, что ли, прогуливали? Вот от чего точно никто не ждёт подвоха, так это от стиральной машинки. Ну, какие могут быть неожиданности во время стирки? Однако эта стиральная машина умудрилась превратиться в филиал Ниагарского водопада. Владелец кофейни привёз зёрна кофе и с радостным видом высыпал две пачки в одну тару. В итоге работники кофейни всю ночь играли в золушку, поскольку в одной упаковке оказались не обжаренные зёрна, а в другой — обжаренные. Человек просто установил новый почтовый ящик возле своего дома. Ну что тут вообще может пойти не так? Но в первую же ночь в него попала молния. Полиция Филиппин решила устроить показательное сожжение конфискованных запрещённых веществ прямо на площади посреди городка. Радовались все, даже сами полицейские! Обесцвечивать себе волосы самостоятельно — затея довольно рискованная. Но вот использовать в процессе дешёвенький пакетик из супермаркета — вообще плохая идея. Будьте готовы к тому, что краска с него навсегда впечатается в ваши волосы! Эх, как всё-таки круто ехать в машине, закинув ноги повыше. Ну правда ведь удобно? Ну, да! Но только если поездка пройдёт слегка не по плану, и вы попадёте в аварию, ваши ноги будут выглядеть примерно так. Их что, не учили, что гробы крепить надо? А то покойник может отказаться ехать в последний путь. Вообще, умение доставлять окружающим проблемы и даже после своей смерти — это редкий талант. Руководство одной афганской тюрьмы выложило в соцсетях коллективное фото. Вот только они забыли, что на стене у них висел подробный план тюрьмы. Спустя два дня был совершён налёт, в ходе которого всех заключённых освободили. Едешь ты, значит, вечером к морю, мечтаешь отдохнуть на своём катере. А в итоге твоё путешествие заканчивается у ближайшего светофора, потому что катер не вытерпел и решил обогнать своего владельца. Ну и на что рассчитывал этот человек, оставляя машину открытой возле лесной опушки, где водятся медведи? Или он думал, что мишкам воспитание не позволит заглянуть внутрь и навести там свои порядки? Нет, никто не спорит, аэрография в виде кровавого пятна размером с полмашины – это, конечно, очень весело. Но только если в ваши планы входит общение с каждым полицейским патрулём, который встретится на вашем пути. Считайте это побочным эффектом. Тяжело живётся, если ваш сосед – человек небогатого ума. И он не видит ничего особенного в том, чтобы выбросить угли из мангала в пластиковый мусорный бак. Человек просто припарковал машину под деревом, никому зла не сделал, никаких правил не нарушил. Ну что здесь могло пойти не так? Нужно быть готовым к тому, что на дереве будет сидеть стая птичек. Очень сытых птичек. Сделать фотографию с приготовленным блюдом на память – суперидея. Хоть фотография останется в воспоминаниях, если уж попробовать не удалось. Это так мило, когда заводишь себе птичку, а она сидит у тебя на мониторе. Компанию составляет. Но однажды ты решаешь посмотреть на обратную сторону монитора. В общем, туда лучше не заглядывать. Весёлая фотография с попрыгушками на тёмном пляже. Эх, кто ж знал, что всё закончится сломанным носом! Человек просто заказал себе гантели. С доставкой в почтовый ящик. Жаль, что ему предварительно не пришла в голову мысль укрепить этот самый ящик. Ну а что такого? Лёд ведь крепкий? Знаешь, какой крепкий? КамАЗ выдержит! Ну, в общем, того не выдержал. Если одновременно пытаться ночью работать и пить кофе, то закончится всё тем, что вы продолжите писать свою работу чайной ложкой. А кофе будете мешать шариковой ручкой. Белоснежка и семь трупов? Наверняка интересная история. У продавцов в магазине юмор такой или сказка пошла по более мрачному сценарию? Это, наверное, очень обидно, когда выходишь погулять со своей собакой, а она путает тебя с пожарным гидрантом. Вообще никакого уважения от животного не дождёшься. Этот орех собирались просто расколоть. Никто не ожидал подвоха. И, кстати, как его теперь из стола выковыривать? Если у вас есть тоже интересные фотографии, и вы хотите ими со всеми поделиться, присылайте их по ссылкам в описании. Очень оригинальный игровой автомат. Называется «Чтобы точно никто не выиграл». Немного жаль детей, которым предстоит бороться с этой несправедливостью. После этой фотографии отпадает вопрос, почему нужно приглашать профессиональных вальщиков деревьев. При такой работе явно очень многое может пойти не так, как задумывалось. Например, дерево может рухнуть на ваш дом. Знаете, что будет, если поезд забуксует на одном месте? Ну вот, теперь знаете, рельсы просто расплавятся. А ведь люди просто хотели перевезти свои машины на пароме через пролив. В их планы явно не входило доставать их из-под воды. Вот что будет, если отменить правила дорожного движения. Даже один несчастный перекресток становится для водителей непреодолимым препятствием. Покататься на американских горках – отличная идея. Это ж так весело! Ага, ровно до того момента, пока вы не застрянете на самом экстремальном участке трассы. Спорим, аттракцион с переходом к спасателям покажется вам куда более веселым? Но вот как быть человеку, если выдали форменные шляпы, совершенно не учитывая размер головы? Вроде всего-то чья-то мелкая оплошность, а он теперь вынужден ходить как лошадь, закусив удила. Слушайте, я себе представлял работу подъемного крана как-то иначе. Но вроде по плану он не должен был танцевать нижний брейк на проезжей части. Хотя я не уверен. Детей постоянно учат, на какой свет можно переходить дорогу, а на какой нельзя. Ну вот как можно подготовить ребенка к суровым реалиям нашего мира? Заключенный решил устроить себе побег из тюрьмы. Залез в мусорный бак, дождался, пока приедет мусоровоз, и попал вместе с мусором внутрь машины. А вот дальше что-то пошло не так, и он там застрял! К счастью, его вовремя заметили и вытащили. Морально настроился на тяжелую тренировку. Приходишь в спортзал и видишь, что блин для штанги сломался. Иногда даже вселенная против того, чтобы ты тренировался. Перед собакой поставили миску с кормом и миску с водой. Казалось бы, ошибиться здесь просто невозможно. Но для настоящего упорного пса нет ничего невозможного. Он обязательно сломает систему. Не спрашивайте меня, зачем нужно подносить живого осьминога к лицу, я не в курсе. Но теперь вы точно знаете, что у осьминога могут быть свои планы на такую встречу. Действительно, и что могло пойти не так, если встать с чашечкой кофе на доску для серфинга? Вот прям даже странно, что план провалился. Когда пристегиваешь велосипед с замком к опоре, вроде как подразумевается, что его теперь не украдут. Но кто вам сказал, что велосипед без колеса так уж плохо? Когда вы ставите свой телефон на зарядку, вы ведь не ожидаете, что что-то может пойти не так. Однако эта фотография доказывает, что очень даже может. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. И вот что тут может пойти не так? Вроде все так предельно понятно, ссылки в описании, прислать фото. Все просто, ребята!